В Ульяновске прошел форум «Эко-школа-2023», посвященный экологическому воспитанию детей и подростков. В конкурсе приняли участие более 30 школ и детских садов нашего региона. Ученики школы номер 82 более пяти лет собирают макулатуру. В этом году они снова победили в одной из номинаций. Участники этой акции у нас с 1 по 11 класс. Родители, учителя. Самое главное, что эта акция дает возможность сплотить коллектив не только ученический, но и родительский. Организатор акции – Российская экологическая академия. Здесь уверены, что обучать людей и рационально относиться к обращению с мусором важно с самого детства. Так же, как мыть руки. Если мы этого не будем делать, просто наша страна превратится в один большой прибор. Наше мероприятие проходит уже второй год. Мы в данном мероприятии задействуем большую часть школ города. С каждым годом все больше и больше школ присоединяются к нашему проекту. И, в принципе, мы будем очень рады, если все школы примут участие в нашем проекте. В этом году приглашенным спикером выступила Елена Белоусова. Руководитель федерального эколого-просветительского проекта «Разделяй и умножай». По словам лектора, включаясь в сбор макулатуры, дети начинают видеть ситуацию изнутри и относятся к природе бережно. Хочу объяснить, что на самом деле, пока каждый из нас не начнет включаться в эту программу, ничего с мертвой точки не сдвинется. Мы хотим, чтобы все в один миг по взмаху волшебной палочки стало чисто, прекрасно, пропали свалки. Но хочу напомнить, что эти свалки создают каждый из нас. И когда каждый начнет с себя, я даже сейчас не говорю именно про разделение отходов, я говорю в целом про сокращение потребления и экономию природных ресурсов. Интерес жителей России к бережливому употреблению и раздельному сбору мусора растет с каждым годом. Экологическое просвещение помогает детям и взрослым беречь природу. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.